Рад приветствовать докладчиков, рад приветствовать нашу будущую курс. У вас курс такой, второй сейчас? Ну вот, немножечко выучите наши науки и милости просим. Может быть на следующей неделе науки будет важно. Так что слушайте, смотрите. У нас по программе, неполная у нас программа с того, что все задумано, но первая, суточку сместилась, первая заклада, это Валерия Владимировна Субботина, Андрей Владимирович Павлов, «Градиентная теплометрия в исследовании пленочного кипения недогретой воды». Это пятый доклад по программе. Валерия Владимировна Субботина, студентка четвертого курса, на прошедшей только что Российской конференции Всероссийской, получила первое место, докладывая свою работу. Так что мы имеем в случае ее поздравить и послушать. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Как меня уже представили, я Валерия Владимировна Субботина. Предоставляя вашему вниманию работу, выполненную научной группой кайферной тепловизии генерических установок, мы исследовали теплообмен при пленочном кипении недогретой воды. Кипение в большом объеме исследуется достаточно давно и детально, однако исследования до сих пор не завершены. Еще в 30-е годы 20 века Широ Нокияма начал свои исследования на металлической проволоке. Он измерял температуру, и ему был известен тепловой поток нагретой проволоки, которая была опущена в большой объем насыщенной жидкости. Обработав данные, Широ Нокияма получил прямую зависимость теплового потока от уровня перегрева проволоки над насыщенной жидкостью и заметил, что максимум соответствует пузырьковому кипению, а минимум пленочному. Однако данную работу Широ Нокияма мировая общественность увидела только спустя несколько лет. Но тем не менее, они отметили его высокий вклад в выучении теплообмен при кипении. И по сей день мы пользуемся кривой, которая получила имя Широ Нокияма. Развивая данное направление, ученые из всего мира различно пытались разнообразить кипение, меняя режимные параметры, геометрию поверхности и жидкости. Также менялись и подходы к этой задаче. Своим направлением исследования наша группа выбрала кипение недогретой жидкости в большом объеме. Методы, которые применяются в данной задаче, весьма различны. Такие как оптические методы, методы термографии, методы термометрии. Метод термометрии является одним из традиционных. Наиболее успешно его реализовала группа из Московского термоптического института под руководством Виктора Владимировича Яковлова. На шаровом образце они на поверхности заделали 4 термофара, а пятую поместили в центре. По данным со всех термопар, они рассчитывали плотность теплового потока и коэффициент теплоотдачи. Однако данный метод имеет ряд недостатков, такие как большая инновационность термопара, малое быстродействие, что не позволяет зафиксировать пульсации теплового потока и с высокой точностью рассчитать тепловой поток и напрямую его измерить. Мы же предлагаем новый подход, основанный на использовании литерогенной градиенты в датчиках теплового потока. Метод монтажа датчика на торцовую поверхность цилиндров выставлен на слайде. В выборке на следяной основе мы закрепляем датчик при помощи компаунда, который был выбран в серии ОУПР. Трехпроводная схема из двух хромелевых одного люмелевого провода использовалась для датуировки и дальнейшего контроля температуры датчика. Диригентные градиентные датчики теплового потока это искусственно созданные анизотропные термоэлементы. Вследствие анизотропии тепло- и электрофизических свойств градиент температуры возникает в двух направлениях коллинеально и нормально вектору теплового потока. Поперечный эффект СИБЕКа создает термоэдес, который пропорциональна площади датчика и плотности теплового потока. Вследствие того, что плотность теплового потока при пленочном кипении высока, можно использовать малые размеры датчика. В своих опытах я использовала датчики размером 6х6 мм и толщиной 500 инкрон. Многочисленные опыты показали, что быстродействие датчика составляет 1 наносекунду. Это проверено не раз на нашей кафедре. Мы использовали в данных опытах гидрогенные градиентные датчики теплового потока из композиции сталь-никель, потому что данная композиция обеспечивает высокую температурную устойчивость, а также может работать во влажных средах. Кроме того, датчик имеет серую поверхность, что позволяет измерить не только местную плотность теплового потока, но и интегральную, так как при высоких температурах к конъективному теплообмену помешивается еще и радиационно. Перед всеми опытами была проведена градуировка датчика в специальном стенде на нашей кафедре. Тем не менее, была проведена и вторая градуировка по месту при помощи предельного случая пленочного кипения насыщенной жидкости и коэффициента тепла от датчика, рассчитанного по формулу Лабунцова-Ганилаурия. Мы получили градуировочную кривую, которая совпадает с той же кривой, которая получилась при градуировке в стенде. Перейдем к экспериментальной установке. Экспериментальная установка смонтирована на металлическом корпусе, в котором закреплены муфельная проходная вертикальная печь, рычаг для опускания цилиндра, резервуар с водой на 10 литров, который обеспечивает большой объем для кипения, а также средства измерения National Instruments и видеокамера, высокоскоростная, сигналы с которых поступают затем на компьютер. На торце цилиндра также монтирована термопар для контроля температуры стен. Температура воды, безрываясь, составляла 20 градусов по Цельсию и на протяжении всего опыта оставалась неизменной. Данный график представляет первичный сигнал, полученный с датчиков и термопар. Как видно по графику, температура оставалась на протяжении всего опыта постоянной, температура стенки поверхности цилиндра резко падала, а тепловой поток резко повышался. Также можно отметить, что плотность теплового потока, полученная при пленочном кипении недогретой жидкости, в 4 раза превышает первую критическую плотность теплового потока. Обработанный сигнал представляет собой зависимость плотности теплового потока от уровня перегрева жидкости. На данном графике, если проходить его справа налево, это представляет видеозапись, где мы видим пленочное кипение, если присмотреться вид на пленку, а затем и срыв пленки, потому что поверхность цилиндра имеет некоторые неровности и начинается пузырьковое кипение. Также мы получили экспериментальную прямую зависимость коэффициента тепла отдачи от плотности теплового потока, которая представляет собой неполученную поточку, как и все остальные исследования, а непрерывно записанную кривую. В заключении своей работы хотелось бы отметить, что плотность теплового потока, которую мы получили при наших опытах, превышает в 4 раза критический уровень. Это хороший задел для плотных задач. Также металлогический уровень наших исследований говорит о том, что этим исследованиям мы можем доверять. На данном этапе это пилотные опыты. И мы хотим продолжать работу в этом направлении и будем развивать данную методу. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос такой. Вы сказали, что будете развивать свою работу. Скажите, у вас какое будет направление дальше развития? Направление развития далее – это смена жидкости, например, фреоны, а также смена геометрии. Мы можем использовать не только цилиндрические образцы, но и различные ребра, различные микроскопулированные поверхности, и тем самым идентифицировать теплоотдел. Спасибо. Еще, пожалуйста. Нет больше вопросов. Валерий Владимирович, скажите, пожалуйста, вот исследование группы Ягова – это шарик, у вас цилиндр. Есть у вас мысль провести опыты на шарике вот именно этим методом, сопоставить с тем, что получено при термографии? Да, опыты с шаром будут в дальнейшем проведены, но и обязательно они будут сопоставлены, потому что это не так. Я думаю, что в дальнейшем, рассчитывая на сотрудничество с группой Ягова, мы все-таки проведем этот опыт и посмотрим, что получится. Ясно, спасибо. Нет больше вопросов? Еще раз поблагодарю вас. Спасибо. Интересный доклад хороший. Следующее выступление – это группа «Инцарей Викерасимов и Машкин. Исследование теплообмена в камере сгорания дизельного двигателя». Перед это вкладывает Даниил Валерьевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Даниил Валерьевич. Я задаю моего доклады. Дорогие. 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 Продентная теплометрия в любителях внутреннего сгорания. Знание особенностей и характера протекания процесса дизельного двигателя является причем повышения его эффективности. До последнего момента единственным средством мониторинга оставалось индицирование. И несмотря на сноситие этого метода и систем глобальной связи, получаемой информации оказалось недостаточно. Новые возможности даем применение градиентных датчиков теплового потока. В котором, в сущности, и посвящена данная работа. Валерия Владимировна ранее рассказала о принципе работы датчика. Отмечу лишь, что быстродействие датчика позволяет регистрировать плотность теплового потока в цикле с разрешением 1-ти статистическими градусами угла поворота коллегического лаванта. Изменения проводились на верхрекамерном дизельном двигателе диноза C4D. Для регистрации сигналов обеспечивалось изменительно-вечислительным комплексом внешнего инстинга. Частота вращения и положение коллегического вала определялись оптическим датчиком частоты вращения. На первом этапе одиночный датчик был размещен на поверхности огневой плиты камеры сгорания с помощью вводимого зонда. Для измерения плотности теплового потока был использован глигентный датчик теплового потока. Для регистрации температуры использовалась термопара хромели-люминя. Индикаторная диаграмма записывалась с помощью тезоэлектрического датчика давления, вводимого через отверстие для свечи. По результатам совместных измерений можно увидеть, что максимум плотности теплового потока и давления наступают практически одновременно, а максимум температуры немного позднее. Также мы видим, что плотность теплового потока на тактах расширения и сжатия, практически на всем тактах сжатия, отрицательная. На следующем этапе четыре датчика были установлены заподлицо с поверхностью огневой плиты, как показано на схеме. Сигнальные провода выведены наружу через технологические отверстия. Были записаны теплограммы для двух режимов работы, без топливоподачи и с топливоподачей. Выявлена неравномерность распределения теплового потока, однако максимумы наступают одновременно. На режиме топливоподачей на первом и втором датчике видно двойное сгорание, характерное для дизельного двигателя. Для неисплодированных двигателя существует всего два метода, два способа изменения каких-то причин, которые могут повлиять на тепловой поток. Это тепловая подача и угол опережения в крыску топлива. На слайде показано влияние угла опережения в крыску топлива на мгновенный тепловой поток в различных точках камеры сгорания. Плотность теплового потока, как видно из графиков, реагирует одинаково на неменение угла опережения, но максимумы наступают практически одновременно. При позднем угле опережения на четвертом датчике самое минимальная плотность теплового потока, в то время как для датчиков первого и второго она максимальна из всех предсторонних углов опережений. На усредненной теплограмме хорошо виден провал при позднем угле опережения. Это объясняется тем, что поздно вплюснутое топливо отбирает теплоту для испаривания. Простите, забыл сказать, что после этих опытов третий датчик вышел из строя, поэтому эти результаты представлены для первых оставшихся. Но далее мы восстановили датчик, поэтому следующие результаты будут представлены для всех четырех датчиков. Мы расположили по две термопары рядом с каждым датчиком для регистрации температуры схемки и температуры газа. Таким образом мы смогли получить коэффициенты, местные коэффициенты теплоотдачи в различных точках камеры сгорания, отношение и плотности теплового потока к разнице температур. Следующим этапом мы восстановили температуру газа по показаниям датчика давления, а не по показаниям термопара. Видно, что характер тревой коэффициенты теплоотдачи повторяет характер теплограммы, как на компрессорном режиме, так и на режиме с топливоподачей. На самом деле представлены выгоды по проделанной работе. Далее мы хотим с помощью различных топлив выявить связь между качеством топлива и плотностью теплового потока. Спасибо за внимание. И закончим. Вопросы, пожалуйста, к Данилу Валерьевичу. Прошу. Спасибо большое за задуматься. В результате опыта в долг, какой оптимальный долг был выявлен для максимальной плотности? Спасибо. Газо. Если посмотреть на усредненную теплограмму, то видно, что при базовом угле и переживании впрыска скорость тепловыделения максимальна. К тому же она расположена ближе всего к ВМТ, а нам важно именно в момент, когда выделяется теплота, а не сколько ее выявить. Потому что при позднем и при раннем угле движения выявляется больше. Спасибо. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Есть вопросы? Данил Валерьевич, скажите, пожалуйста, какое Вы видите возможное прикладное значение этого? В каких двигателях, в каких режимах это может проверяться? Для чего это нужно? Это в будущем будет проверяться на судовых двигателях. С помощью этого мы можем находить, так сказать. То есть имеется в виду двигатели, у которых уже есть какие-то особенности футационные, особенности износа, из топлива. То есть не такой вот двигатель с завода, который пришел, с ним все в порядке. Вот в процессе эксплуатации этих объектов, особенности корректировки. Следите количеством сажей и также следующие опыты, про которые я говорил, мы сможем найти связь между качеством топлива. Качеством топлива Вы имеете в виду? Что именно как качеством топлива? Судовые двигателя, поскольку долгое время находятся в плавании, проходят заправку в различных партах. Топлива там, конечно же, разное и где-то могут подмешивать тут же керосин. То есть Вы это будете искусственно моделировать, в порт другой не поедете за искусственно подмешенным керосином, сделаете все сами. Далее у нас по программе Александр Юрьевич Бабич представит доклад для этих групп из авторов «Исследование теплообмена при конденсации внутри труб методом радиертной теплометрии». Александр Юрьевич – это аспирант первого года обучения, он уже несколько лет работал как студент на капитале, и поэтому работа – это не аспиранты первого года традиционно, когда он ничего не упаковывал на воду, а он не разумный доклад. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, представляю Ваше внимание для отхватки «Следование теплообмена при конденсации внутри труб методом для фертики. Расчет теплообмена при конденсации разработан в 1916 году в ЕМ-мусы. При конденсации, в немало часов немец, у нас конденсация происходит на ламинарный поток, далее происходит переход на ламинарный волновой, далее на прогулентный. В наших опыта число вероятности на пивисе 200, поэтому мы рассмотрим только ламинарный ламинарный волновой. При ламинарном волновом движении течения эффективность нефициент теплоотдачи увеличивается. Чтобы от этого учесть, вводится к оправке. Видно, что оправки отличаются. Поэтому исследования конденсации актуальны по сей день. В наших опытах мы применяли градиенты датчик теплового потока. Лучшие талай-батчика уже достаточно рассказали, поэтому на этих слайдах мы уже остановились. В первой игре градиенты датчик метрии применялась в Швейцарии совместно с катерами теплофизики генетических установок на экспериментальном стенде Precise. Он состоит из измерительных вставок и профставок, которые мы называем бамбу. Изготовление таких вставок достаточно подоемкое. Однако, результаты этих экспериментов показали, что градиентнометрия гораздо точнее и удобнее для изучения конденсации внутри группы. На самом деле представлена уже наша схема, наши экспериментальные установки. Пар подавался из пара генератора и поступал в крупную. Также пар может подаваться как сверху, так и сверху. Для установки датчиков на внутренней поверхности мы при помощи электрозионного станка вывезли четыре измерительных сегмента. Далее в сегменте мы установили градиенты датчика теплового потока и термопарку. А также с обратной стороны трубы установили термопарку и контроль температуры на внешней поверхности трубы. Далее измерительный вставок впаивается по месту. Труба фиксилась с изиновыми трубками, через которые же выводились провода для обеспечивающих установки по воде. Идем к результату. Это новая методика измерительных, поэтому мы должны ее будем проверить на какой-то общеизвестной модели. Модель уже достаточно хорошо изучена. Это модель при подаче пара сверху. В ходе экспериментов мы сравнивали результаты с пульсацией теплового потока и термопаром. Видно, что на первом и втором датчиках результаты почти одинаковые. Однако на третьем и четвертом результаты уже отличались. И также датчики сфиксировали пульсации плодности теплового потока, что соответствует волновому режиму течения плода. Далее мы выпустили пульсации через это преобразование пулье и выделили спектральную плодность плачности. Получили, что при различных расходах впождающей воды пипевые частоты остаются практически одинаковыми. и форма преобразования практически одна и та же. Что следует, что можем заключить, делать вывод, то, что эти частоты у нас не случайны. После проверки модели на общую излучную модель, мы подавали пар снизу. И получили, что при мощности парогенератора 12 кВт, в трубке до золуса режим обратной конденсации. При этом часть конденсатора выбрасывала сверху, а другая часть тепла вниз. При уменьшении мощности парогенератора для 7 кВт, в трубке образовался переменный режим пробочной и обратной конденсации. Стоит заметить, что в пробочном режиме тепловая эффективность нашей установки падала практически два раза. При еще более сильном уменьшении мышц парогенератора до 5 кВт, в трубке образовался пробочный режим. Пост теплового потока на первом и втором датчиках практически была равна нулю в режиме всего эксперимента. То есть ни пар, ни конденсат этих датчиков не дает. И так как были сфиксированы пульсации топки конденсата, то есть она пульсирована на уровне третьего и четвертого датчика. Снародная определенность измерений, относительно не относительно измерений в нашей комнате, так не зависело от этих датчиков. В заключение я хочу сказать, что это были тоже пилотные эксперименты. И далее мы хотим это расширить и проверить конденсацию уже на полных трубах, а также расширить наши результаты и проверить уже наши результаты на настоящих тепловременях. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Александр Юрьевич, пожалуйста. Совсем нет вопросов? Так все хорошо? Ну действительно хорошая работа. Александр Юрьевич, пожалуйста, как стыкуются вот ваши результаты с теми, которые получили в литературе? Какие отклонения вот известны в литературе? Отклонения составили, от формулы усилия составили 15%, с учетом поправок всего несколько процентов, с учетом неопъеденности 9%. То есть практически они совпали. А вот работы, посвященные специальные, посвященные именно конденсации в трубах, там есть разная специфика, связанная с формированием турбулентности и так далее. Вы как-то это оценивали или это еще дело будущего? Ну вообще все работы практически, которые много были рассмотрены, все практически рассчитываются по форму инуситта с поправкой капицы. То есть умножается просто, ну прибавляется 20%. И практически мы уже так тоже попали в этот диапазон. Вот о поправке капицы. Значит там поправка капицы строится на том, что есть волновое движение. Да, значит у Вас поскольку очень быстродействующий датчик, наверное можно как-то попытаться фиксировать параметры у него. Да, абсолютно. Частотные как-то. Планируются такие рамки? Да, конечно. Первые опыты, первые какие-то пробы были уже сделаны. Ну вот надо от этих первых проб предойти до таких убедительных результатов. Желаю Вам успеха. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий у нас доклад сделан ЭТФ за Ратис Назайнулина. Он по программам записан здесь первым. Радиентная гиплометрия в исследовании процесса конденсации пара за внешней поверхностью вертикальной наклонной трубы. Немножко много лишних слов, но это не самое плохое название. Уважаемые коллеги. Наша выпускница, сейчас она преподаватель, ассистент кафедры и соискатель ученой степени кандидата наук. То есть это ее научная работа. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, видимо Вам суждено стать экспертами градиентной технологии после этой конференции, так как мой доклад также посвящен исследованию конденсации методом градиентной технологии, но уже на нужной поверхности трубы. Модель конденсации, созданная Вильгельмом Улыситом в 1916 году, обеспечивает достоверный расчет среднего коэффициента теплоотдачи при конденсации на вертикальной и горизонтальной трубе. Но при наклонном положении трубы образуются две зоны течения. Конденсат стекает с поверхности трубы в поддонную зону и продолжает свое движение вдоль трубы. Поддонная зона занимает не значительную часть поверхности, а большая часть метод основной зоной с минимальной толщиной конденсатной пленки. Единой теории по исследованию конденсации на наклонных трубах не существует. Поэтому на данном слайде представлены три основные формулы, на которые ссылается большинство исследователей. Как вы можете видеть, в попытке учесть все факторы, влияющие на теплообмен и течение конденсатной пленки, делают эти формулы громоздкими и малоприменными на практике. В настоящий момент зона образовалась обширная база экспериментальных работ. На слайде представлены две современные работы, опубликованные в 2016 и 2018 году. Основной метод исследования здесь термометрия. И от моих коллег вы уже слышали о недостатках данного метода. Извините, я повторюсь. Это инерционность, инвазивность и необходимость в очень точной установке спая в термопад. Что весьма сложно. В наших работах мы избрали другой метод исследования – ингредиентную теплометрию. Данный слайд вы уже знаете наизусть, поэтому мы его проскочим. Уточню лишь то, что в моей установке применялась также трехпроводная схема подключения датчика. Для теплометрии использовались медные провода. Для термометрии пара – медиконстантант. На данном слайде представлена схема экспериментального участка. Пар подавался из парогенератора, мощность которого регулировалась. Расход охлаждающей воды также поддавался регулировке. Предусмотрены устройства наклона трубы в пределах от 0 до 90 градусов. И поворота в диапазоне от 0 до 180 градусов. Экспериментальный участок представлял собой схему труба в трубе. Внутренняя труба выполнена из нержавеющей стали, а наружная – из резинового рукава. Внутренняя труба фиксировалась в кожухе с помощью двух резиновых пробок, которые позволяли выпускать, выводить провода без нарушения сплошности. Экспериментальный участок состоит из неподвижной и поворотной части. Предусмотрено устройство наклона и поворота, о которых я уже говорила. В чем дело? При конденсации на наклонной трубе процесс перестает быть оси симметричным. И необходимо было исследовать тепловмер по всему периметру трубы. Для этого мы установили датчики на одной образующей. А угол Фи меняем, соответственно, с помощью устройства поворота. Несколько слов о регистрации сигналов. Современные аналогоцифровые преобразователи позволяют фиксировать сигнал микровольдового уровня. Но на том же самом уровне находятся и электромагнитные помехи, которые в дальнейшем затрудняют анализ данных. В нашей работе мы фактически сделали шаг назад, так как применили аналоговый прибор. Для этого мы модернизировали самопишущий ампер-вольтметр. В нем пишущий элемент мы заменили на зеркало и лазер, луч которого отображался на удаленной шкале. Производилась запись видеокамеры. Далее эта запись обрабатывалась в компьютере. Мы получали временные теплограммы. Перейдем к результату наших экспериментов. Пар и вода здесь двигались в противотоке. Пар подавался в нестурное пространство сверху, а охлаждающая вода снизу. Конденсат, соответственно, отводился в конденсатный сборник постоянно. В ходе опытов выяснилось, что датчик номер один вышел из строя. Поэтому на дальнейших графиках его результаты отображаться не будут. Зато мы видим временную теплограмму, построенную по показаниям трех других датчиков. Видны пульсации плотности теплового потока, что можно связать с течением риулетов или с отрывом конденсатный пленкой от поверхности трубы. Тем не менее, в среднем полученный экспериментальный коэффициент теплодачи составил 6,06 км2 на керлин, что весьма близко к расчетному значению. Адекватность теплометрии также проверена и в экспериментах на горизонтальной трубе. Здесь вы можете видеть угловую теплограмму, построенную в полярных координатах. Здесь плотность теплового потока представлена в безразмерном виде. Для этого при отклонении трубы на угол ФИ, значение плотности теплового потока относилось к значению верхней точки, где в теории оно должно быть максимальным. На угловой теплограмме вы можете видеть, что минимум плотности теплового потока расположен между углами ФИ от 120 до 240, что можно объяснить скоплением конденсата в нижнем секторе трубы. Полученные экспериментальные и рассчитанные по теории носят значения, также весьма близки, отличие не превышает 5%. Переходим к самому интересному. Эксперименты на наклонной трубе. На данном слайде представлены результаты, полученные при отклонении трубы на угол 20, 50 и 70 градусов от вертикали. В первом сечении, которому соответствует черная приваря, максимум плотности теплового потока при всех углах отклонения трубы сохранялся в верхней точке. Во втором же сечении, которому соответствует красная приваря, максимум плотности теплового потока при отклонении на угол 50 и 70 смещается вниз, что можно объяснить отрывом конденсатной пленки от поверхности. Самое интересное сечение, третье, нижнее сечение, которому соответствует синяя приваря. Самое интересное, потому что здесь мы можем видеть развитие поддонной зоны. При углах отклонения 50 и 70 градусов поддонная зона развивается между углами фи от 150 до 210, составляя при этом около 17% от общей поверхности трубы. На данном слайде вы видите распределение относительного коэффициента теплодачи по поверхности трубы. Можно заметить, что характер распределения весьма и весьма сложен. На данном слайде представлена зависимость среднего коэффициента теплодачи от угла наклонной трубы. В ходе экспериментов обнаружен максимум, в котором коэффициент теплодачи, соответственно, максимальный. Это угол 30 градусов. Здесь значение коэффициента теплодачи отличается от полученных на горизонтальной трубе на 10,5%. Отличие от горизонтального положения трубы составило более 13%. Также стоит отметить, что при углах отклонения от 10 до 60 градусов средний коэффициент теплодачи также выше, чем при вертикальном расположении трубы. На правом графике вы можете видеть распределение относительно плотности теплового потока, полученное при отклонении трубы на углу 30 градусов. В зеленой линии здесь отмечено осредненное значение плотности теплового потока. Вы можете видеть, что практически на всей поверхности плотность теплового потока остается близкой к значению верхней точки. Таким образом, при малых углах отклонения поддонная зона образуется, но в среднем плотность теплового потока распределяется равномерно. Также был выполнен расчет неопределенности нашего эксперимента и неопределенность измерения плотности теплового потока составила 4,5%, а рассчитанный коэффициент теплодачи 5%. В заключении по моей работе вы можете видеть на данном слайде, зачитывать я их не буду. Спасибо за внимание, я буду рада ответить на ваши вопросы. Вопросы, пожалуйста, только Эльзера, если вам не прошу. Эльзера, спасибо за доклад. У меня небольшой вопрос по вашей неопределенности. Скажите, какой фактор вносит наибольший вклад в вашу неопределенность? Арсен Валерьевич, хороший вопрос, спасибо вам большое. Какой фактор вносит больше? Я бы сказала тот элемент, который отвечает за чувствительность датчиков. В моем случае он унес самый больший вклад в расчет неопределенности. Но в результате вы увидите число 4,5%, что для тепловых процессов, в принципе, нормально. Для исследования конденсации это норма. Спасибо. Еще, пожалуйста. Какие вопросы? Я даже знаю, что может смутить Андрея Александровича. Андрей Александрович может смутить большой шаг измерений. Временная задержка. Если у Александра Юрьевича вы видели там каждую сотую секунды, то у меня это каждая десятая секунды. Да, я согласна, это плохо. И сейчас я работаю над этим. Так как колебательные процессы, пульсации необходимо отслеживать практически в режиме реального времени. Это не очень высокие частоты. Да, наши датчики, наша измерительная аппаратура нам это позволяет. Также я не собираюсь отказываться от аналоговых приборов. И сейчас в нашем подвале разрабатывается новая установка, в основе которой светло-лучевой СЦО. Так, и еще вопрос тогда вот какой. У вас показаны более квадратные такие датчики. Да. Вы говорите об азимутальном угле. Как вы собираетесь в точность повышать это? Да, большое спасибо. В работах Александра Юрьевича вы могли отметить, что датчики имеют другие размеры, они прямоугольные. Если мы хотим исследовать распределение по азимутальному углу, то необходимо сводить ширину датчика к минимуму. То есть в дальнейшем я планирую уменьшать свои датчики до размеров Александра Юрьевича. Самого Александра Юрьевича? Самого Александра Юрьевича, да. Сколько это? 2 мм желательно. 2 на 2? Нет, не 2 на 2. Могу оставить с 1 см длины и 2 мм ширины. Поехали. Вот. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. Следующего доклада у нас нету. Если есть, то меня поправьте. Значит, доклад Зинуров, Дмитриев. Есть такие? Нету. Следующего доклада нету. Так, Кафизова, Дмитриева. Тоже нету.